привет всем чтобы не переводить длинный чужой ролик перескажу своими словами многие слышали буквально вот в начале мая проходил в новостях что суд в канаде запретил отцу называть свою трансгендерную дочь женским именем и постановил обращаться к ней только мужским как она этого желает то есть такая трансгендерная дочь как следует из совсем недавно опубликованного ролика оказывается что адвокатом этого самого отца является никто иной как кири линда который здесь дважды появлялся так что сейчас в углу появятся две ссылки на прошлое его появление на этом канале в том числе на интервью он много чего не говорит как бы скрывает потому что дело еще не закончено она будет рассматриваться верховном суде дело не имеет прецедентов то есть для западного мира это очень важный случай потому что этот прецедент потом будет тем на что будут ссылаться в других делах подобного рода и вопрос еще не закрыт он только планируется его закрыть а самое главное оказывается что сама суть дела несколько шире и сложнее чем она представляется в сми значит на пальцах выглядит примерно таким образом девочки ну я могу себе позволить называть ее девочкой хотя вот адвокату например тоже запрещено обращаться к ней как к девочке девочки 14 лет значит девочку школьный психолог диагностирует как как-то называется имеющий гендерное расстройство расстройство гендерной идентичности сейчас это есть вполне такой уже стандартный диагноз и значит инициирует процесс чтобы ее исследовали и возможно стала кандидатом на процесс трансформации там сначала гормональной а со временем и хирургический ребенку напоминает 14 лет то есть он не может давать юридическое согласие ну вот хоть и настаивает но в итоге там про маму не очень понятно мама видимо тоже была не очень рада сначала но в итоге в общем сдалась и в итоге согласилась с желанием ребенка отец уперся с руками и ногами и отказывается принять это решение обосновывая следующим образом по информации значит который отец и адвокат сообщают суде я так понимаем есть на что сослаться это не с потолка взятые цифры во первых около 80 процентов всех так называемых трансгендерных детей перебешиваются что называется и эта тема и больше не беспокоит когда заканчивается подростковой возраст то есть вероятность что из 10 случаев в 8 случаях тема теряет свою актуальность в течение там двух-трех лет второе эта девочка хочет начать гормональную терапию и собственно государство уже выступил на ее стороне фактически выступает ее как бы защитником от родителя сначала от родителей теперь уже от родителя и инициирует значит медицинское превращение ее в как сказать не знаю в общем в либле в лицом мужского пола как раз тот случай когда очень четко прослеживается разница между понятием пол как секс по-английски и пол как дендер по английски потому что и дендер социальные вещи тут тот случай когда девочка есть девочка как бы ничто с ней не изменится чтобы она там не принимала и какие бы она там операции с собой не делала вот но обращаться к ней могут по мужскому имени так вот если эту терапию сейчас начать а ее уже даже потому суду который состоялся вот последний был по-моему был в январе значит на терапию дали добро со стороны государства причем она судя по всему будет бесплатно это в рамках канадского медицинского страхования будет делаться девочка начнет принимать гормональные препараты и через два года примерно принять эти гормональных препаратов она станет необратимо бесплодной то есть если она вдруг передумает через эти самые два года то детей у нее не будет никогда уже все равно то есть она может оказаться в ситуации не стала мальчиком но и девочкой тоже уже не будет в полном смысле этого слова дополнительная цифра интересная которая называет что около 40 процентов всех людей которые прошли эту самую гендерную трансформацию предпринимает попытку самоубийства что звучит довольно таки интересно потому что как раз одним из аргументов на суде в пользу того почему ребенку нужно разрешить начать гендерную трансформацию немедленно не дожидаясь там не 16 не 18 лет что среди таких детей там подростков повышенный риск попытки самоубийства или самоубийства и вот адвокаты поймали интересную так сказать докладчика за язык записали на презентации которые рассказывали родителям подобных детей что в общем чтобы то есть рассказ я рассказчик представляющий видим какую там какую-то организацию которая занимается этими вопросами трансформации сексуальной сказали что чтобы вам таскать форсировать ваш вопрос чтобы вас чтобы заставить вас слушать и чтобы заставить дать вам то что вы хотите вам нужно ну так сказать выполнить некоторые трюки например пригрозить самоубийством или выполнить самоубийство там действительно сказано очень обтекаемо в тексте и непонятно как бы так имеется как сарказм и в кавычках или буквально но в общем в обоих случаях звучит так себе и судя по всему девочка буквально так и сказал типа что вот меня проинструктировали что я должна сказать что если что то я буду кончать с собой типа я она не собиралась вот но сказать сказала вот в общем сумма того что произошло и кончился чем и что сейчас какой вопрос собственно будет рассматриваться в верховном суде дело в том что значит среди прочего папа общался с со средствами массы информации в том числе консервативными средствами массы информации и хотя он никогда не называл дочь по имени там вот но тем не менее за обращался и говорил про нее как как про дочь вот так ему теперь значит запретили это судом то есть выпущен судебный ордер от когда говорят что такое судебный ордер или ограничительный ордер вставляю ссылку в угол на собственный ролик про ограничительный ордер ему этим самым ордером запретили называть во первых в лицо обращаться значит называть дочь дочерью буквально так во вторых ему запретили разговаривать об этом публично с то есть со средствами массовой информации давать интервью и в этих интервью тоже и вообще не с третьими сторонами ему тоже запрещено называть дочь дочерью что входит в серьезные противоречия с понятиями о свободе слова даже такой странно ватой стране как канада что тут сказать ну в общем говоря конфликт интересов опять да то есть когда когда мы рассказываем про разрушение современной брачной структуры то обычно говорим про то что разрушились отношения между мужчиной и женщиной там мужем и женой вот отношения между родителями детьми тоже общем подверглись примерно такой же примерно такому же разрушению это же уже мало напоминают то что является действительно нормальными классическими отношениями родители ребенок я не про там избиение и так далее просто хотя бы про ну вообще владение кто такой есть родители какие у него есть права и ответственность да то есть как бы права должны уравновешиваться обязанностями да обязанности уравновешиваться правами и вот искать даже с учетом того что нарушает свободу слова папе приказано молчать прецедентов таких не было вот и кири линда так понимаю будет апеллировать и там верховный суд так что посмотрим чем кончится но судя по всему гормональная терапия уже возможно даже уже начата потому что решение по моему январское было вот кому интересно послушать оригинал я даю ссылку угол вставляю на со сообщение лекцию на по лекцию по состоянию дела по сути дела от кириллинда вот вопросы ему задавать наверно не буду потому что очень дело еще не закончено это будет может спровоцировать дополнительные аргументы противоборствующей стороне между прочим противоборствующей страны это по сути уступает государство сейчас то есть как бы государство выступает литигатором от имени и для идти и во имя интересов ребенка вот так вот вот сказать я оценок высказывать не буду просто вот доношу ситуацию как она есть ну если будут какие-то новости то опубликую обновление